Песнь тридцать четвёртая Песнь тридцать четвёртая Векси ларегис продлиунд инферни Они к нам приближаются Потому вглядывайся, сказал мой учитель Не видишь ли уже их Какое при дыхании густого облака Или когда ночь близится в нашем полушарии Кажется издали мельница, вращаемая ветром Подобное строение явилось тогда передо мной Так как дул ветер, я прижался сзади к своему вождю Ибо не было там иного убежища Я находился уж и вношу это со страхом в стих Там, где тени были покрыты льдом И просвечивали из него, как из стекла былинки Одни лежали, а другие помещались стоя Кто головой вверх, кто подошвами Иные наподобие дуги, обратив лица к ногам Когда настолько мы продвинулись вперед Что учителю пожелалось показать мне создание, некогда обладавшее прекрасным обликом Он выдвинул меня вперед и остановил, сказав Вот диз И вот место, где надлежит тебе вооружиться твердостью Как я тогда оледенел и анимел Не спрашивай, читатель Я не пишу об этом, ибо нет слов, чтобы сказать о том Я не стал мертвым и не остался жив И вот подумай, если обладаешь каплей воображения В кого обратился, лишившись и того, и другого Властелин горестного царства От половины груди подымался он над льдом И более я сходен с гигантом, нежели гиганты с его руками Сообрази же, каков должен быть весь он Чтобы отвечать лишь одной такой части Если он был столь прекрасен, как теперь гадок И поднял взор на своего создателя То от него должно исходить все зло Осколь удивительным показалось мне Когда три лица увидал я на его голове Одно спереди И оно было багряное Два других соединялись с этим Над серединой каждого плеча И сливались там, где темя И правое показалось мне било-желтым Левое, на взгляд, было такое Каким являются из мест, откуда нив не сходит Под каждым выступали два больших крыла Как приличество подобной птицы Парусов на море никогда и таких не видел Не было на них перьев Но летучую мышь напоминали они И он ими размахивал так Что производил три ветра Оттуда весь коцит оледенялся ими Шестью глазами плакал он Из трех подбородков капали слезы И окровавленная пена В каждом рту Он жевал зубами грешника Наподобие льняного мяла Так что троим доставлял муку разом Передним из них Укусы не штукли рядом с царапанием Ибо по временам спина его обнажалась От кожи вовсе Эта душа вверху Принимающая величайшую кару Сказал учитель Иуда Искариот Чья голова внутри Я снаружи ноги Из других двух Чьей головы внизу Тот что свешивается Из черной морды Брод Смотри как корчится Сон не издавая звука Другой же Кассий Кажущийся столь могучим Но наступает ночь И уже время удаляться Ибо все мы видели Согласно его воле Я охватил руками ему шею И он выбрал подходящее тому время и место И когда крылья достаточно раскинулись Уцепился за взлохмаченные бока Слохм на лохм Опустился затем вниз Среди густой шерсти И ледяной коры Когда мы оказались там Где ляжка Образует утолщение бедер Вождь мой с усилием И утомлением Повернул голову туда Где были его ноги И ухватился за шерсть Как человек восходящий Так что я подумал Что мы возвращаемся В ад Держись покрепче Ибо по таким лестницам Сказал учитель Задыхаясь как усталый Надлежит нам удаляться От всего этого зла Затем он вышел на край Где я присел Потом направил ко мне Осторожные шаги Я поднял глаза И полагал Что вижу Люцифера Таким же Как его оставил А увидел Вытянутые вверх ноги И впал ли я Тогда в смущение Пусть сообразят люди Невежественные Которые не знают Через какую грань Переступил я Подымись Сказал учитель На ноги Путь долг А дорога неблагоприятна И уже солнце Приближается к восьми утра Не было прогулки По дворцу Место где мы находились Но природное подземелье Шероховатою почвою И без света Прежде чем я вырвусь Из этой бездны Учитель мой Сказал я Ставший на ноги Дабы извлечь меня Из заблуждения Поговори со мной немного Где же теперь лед И как Люцифер Помещен вверх ногами И почему В столь краткий срок Совершил путь солнца От вечера до утра И он мне Ты воображаешь еще Что находишься По ту сторону центра Где я вцепился В шерсть злостного червя Который проточил мир Ты был там столько времени Сколько я спускался Когда я прокинулся Ты перешел через точку Которой тяготеют Отовсюду тяжести И ныне Ты находишься Под полушарием Противоположным тому Что покрывает Собою великую сушь И у вершины Коева Распрячего века Родившегося И жившего без греха Ноги твои стоят На небольшой сфере Другая сторона Которой Образует Джудайку А здесь утро Когда там Вечер И этот Шерсть которого Была нам лестницей Все еще всажен Как и был когда-то С этой стороны Пала вниз небо И земля Что некогда тут вздымалась Из страха перед ним Облеклась морем И перешла В наше полушарие И возможно Да бы бежать от него Оставила здесь Пустоту гора Что видится там И возникла вверх Есть в глубине места Удаленное от Видзевола Настолько Сколь Простирается Его могила Оно Оно не взором Но шумом Обнаруживается Ручей Кар Который Ниспадает Там Через Проточенный В скале Щель В беге Извилистом С небольшим Уклоном Вождь и я Этим потайным путем Ступили к возвращению В мир Ясный И не заботясь Ни о каком отдыхе Мы восходили Он впереди А я за ним Пока я не узрел Тихных созданий Носимых небом Через круглое отверстие Тогда мы вышли Чтобы вновь Увидеть звезды Продолжение следует...